В этом году Собор Святых Апостолов Петра и Павла в Петергофе, некогда принадлежавший придворному ведомству, отмечает свое 110-летие. В день памяти священно-мученика Вениамина, митрополитра Петроградского, управляющий Санкт-Петербургской митрополией владыка Варсонофий, возглавил в Храме Божественную Литургию. Нельзя побывать в Петергофе и не зайти в этот удивительный по архитектуре храм, расположенный на Санкт-Петербургском проспекте, вблизи Дворцово-Паркового ансамбля. Место для его строительства определил лично император Александр Третий. Ведь это должен был быть самый вместительный, самый торжественный храм города. Его освящение состоялось в 1905 году в присутствии царской семьи. В честь небесных покровителей императора и его дочери, Великой Княжны Ксении, в храме устроено еще два предела – святого Александра Невского и преподобной Ксении Римляныни. Как и многие другие храмы, в советское время собор был закрыт, сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, а в 1989 году переданы пархии. В минувший четверг божественную литургию в храме совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. Архипастер поздравил молящихся с днем памяти священномученика митрополита Петроградского Игдовского Вениамина, архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна. Как отметил владыка, этот день – трагедия и слава церкви. Мы должны брать пример из Петроградского Иоанна, всегда бороться, защищать такие ценности. Им не нужно быть безразличными тому, что происходит в этом мире. Господь тоже нуждается в нашей защите. Он тоже хочет слышать голос, а как мы, христиане, поступим. Сегодня храм помогает инвалидам, многодетным семьям, бездомным. Все нуждающиеся, как прихожане храма, так и неправославные жители города, могут обратиться к социальному работнику за бесплатной юридической консультацией, медицинской материальной помощью. Были составлены списки нуждающихся, прежде всего, и они обращаются за помощью. Мы нуждаемся, допустим, в продуктах питания или в одежде, а также, допустим, материальной помощи в лекарствах. Некоторым нашим прихожанам мы оплачивали оперативное лечение, которое сами не могут заплатить за это лечение. По воскресеньям в храме проходит встреча молодежного клуба «Ангелос». Ребята снимают фильм про разрушенные храмы Петергофа, читают акафисты, проводят велопробеги. Наша главная задача, чтобы молодежь ходила на богослужения, знала чинопоследования, чтобы они читали Святое Писание. А еще одна важная задача, чтобы молодежь могла между собой познакомиться, потому что люди, многие приходят в храм, ставят свечку, и на этом все заканчивается. Они видят друг друга, но во время службы им неудобно подойти друг к другу. Конечно, наша задача состоит в том, чтобы как можно больше привлекать молодых людей в храм, поскольку все-таки пожилые люди, вот это старшее поколение, они потихонечку уходят. Но в то же время мы видим, что и молодые люди, приходя в храм, они становятся его прихожанами. Также при храме открыта воскресная школа. Ведется катехизаторская работа. Божественная литургия в соборе совершается ежедневно.